В западно-казахстанской области чиновники думают, как не допустить дефицита сахара. Один из важнейших продуктов. Резко пошел вверх в цене. Некоторые магазины продают его уже по 420 тенге за килограмм. Россия и Беларусь, откуда в основном везут продукт, уже заявляют о приостановлении его экспорта. Ирина Морозова изучала вопрос. В магазинах Уральска особого ажиотажа возле прилавков с сахаром пока нет. Но пополнять полки приходится регулярно. Многие горожане уже заметили, что цена идет вверх, поэтому закупаются активно. Кто килограммами, а кто и мешками. Покупатели в оптовом супермаркете отмечают, что на некоторых складах песок уже не продают. Постоянно на складе брал. Сейчас я не хочу продавать. Там подорожает, она много. А 400, что-то не говорил. Я сюда подошел, чуть-чуть подъехали здесь. Поэтому я 50 килограмм взял, чтобы где-то на три месяца хватило, чтобы взяли потихоньку каждый месяц. А то не знаю, подорожают, подорожают. Продавцы говорят, переписывать ценники приходится все чаще. За последние пару недель килограмм стал дороже на 80 тенге. Буквально недели две назад он был в пределах 350 у нас. И с каждой поставкой все дороже и дороже. Вот на данный момент 420 сахара. Покупатели, конечно, реагируют жестко, ругаются. Цены взлетают космически. С каждым днем, прямо мы сами. Двое суток отдыхаешь, приходишь, как будто бы месяц не был на работе. Цены поднимаются очень. На казахстанских прилавках 60% сахара российского и белорусского производства. На западе страны и того больше. Логистически сюда удобнее поставлять продукты с соседних стран, чем с юга Казахстана. А в той же России цена на сладкий песок значительно выросла. Вчера с сыном разговаривали с Самарой. А он говорит, у нас песок получается 78 рублей. А новый завоз здесь тоже получается 365 килограмм. Новый завоз. Так это еще не финиш. Это вообще начало. В оптовых магазинах привозной сахар можно купить за 336 тенге. Но и здесь ценники меняются ежедневно. По последним данным, только за эту неделю песок подорожал на 1,7%. Из-за введения санкций в отношении Российской Федерации, некоторые крупные заводы в данных странах временно приостановили отпуск. Отпуск готовой продукции, а также экспорт в другие страны. Сейчас на данный момент правительством разрабатываются антикризисные меры, направленные в том числе на снижение импортозависимости регионов. Как снизить эту зависимость от соседних стран, пока не придумали. Все, что могут местные чиновники, отправить по магазинам мониторинговые группы. Они будут следить, чтобы к и без того растущим закупочным ценам не прибавляли лишнего. Ирина Морозова, Андрей Семерев, КТК, Уральск.